Зря, напрасно вы верите в Бога, зря и напрасно вы слушаете эту проповедь, зря и напрасно веровать. Если бы на этом оборвать и вырезать кусочек видео, то, что я сейчас сказал, меня можно было бы назвать еретиком. Но Библия дальше говорит, если Христос не воскрес, то и проповедь ваша тщетна или напрасна, и вера ваша тщетна или напрасна. Вот как важно для нас, христиан, значение Пасхи и воскресения Иисуса Христа. Это подчеркивает и еще раз утверждает исполнение всех пророчеств, которые были в Библии. Это подчеркивает и подтверждает власть Иисуса Христа. Это подчеркивает и подтверждает, что Иисус Христос, Он настоящий победитель и что Он есть Бог. И для нас, христиан, это очень-очень важно. А если Христос не воскрес, то и вся вера наша тщетна и напрасна. Задумайтесь над этой мыслью. Мы можем верить в Бога, верить во все Евангелие, кроме одного. Кроме в то, что Христос воскрес. И тогда все напрасно, все зря. Настолько это имеет глубокое значение для нас, христиан, сегодня. Сегодня я хотел бы поговорить на тему проповеди, которая называется «Эмоции во время воскресения». Эмоции в истории воскресения. Если здесь есть эмоциональные люди, я думаю, что вы уже можете улыбнуться и сказать, хоть один понимает мои эмоции. Но давайте мы с вами сначала порассуждаем, что же это такое эмоции. Эмоции – это выражение или чувство радости, печали, страха, ненависти или любви. Это то, что проявляется внешне, и мы можем это замечать, чувствовать, слышать или видеть. Задумывались ли вы когда-либо, почему Иисус Христос, когда Он встречался после воскресения с разными людьми, Он разным людям сказал разное послание. Я изучал этот вопрос, и вот Он встречался с апостолами, с двумя учениками, с женщинами, и каждому Он сказал что-то разное. Для некоторых кое-что повторил. Но интересный вопрос, почему Иисус Христос сказал о Своем воскресении первым именно кому? Женщинам. А почему? Христос знал, что если Он скажет женщинам, эта новость разойдется намного быстрее. Я думаю, что это и сегодня работает. Давайте мы с вами прочитаем сейчас один отрывок из Евангелия, и попробуем порассуждать с вами на тему эмоций во время воскресения Иисуса Христа. Иоанна 20 глава, я буду читать с 11 по 16 стих. Там написано так. «А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии, сидящем одного у главы, другого у ног, где лежало тело Иисуса. Они говорят ей, «Жена, что ты плачешь?» Говорит им, «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей, «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что этот садовник, что это садовник, говорит ему, «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где положил его, и я возьму его». И Иисус говорит ей, «Мария!» Называя ее по имени, и Мария узнала тогда Иисуса Христа. Итак, давайте с вами порассуждаем, какие были проявлены эмоции в разных категориях людей в истории Воскресения. Первое – это эмоции последователей Иисуса Христа. Эмоции по-другому чувства или реакция на то, что происходило в тот период. Итак, мы с вами знаем, что из истории, которые мы сейчас прочитали, что женщина по имени Мария Магдалина, она пришла ко гробу, и она плакала. Вы знаете, что если в Библии описывается о том, что она плакала, то я верю, что, значит, это, наверное, было важно. И здесь показывается и подчеркивается то, что Бог обращает внимание на наши эмоции, обращает внимание, когда мы их выражаем через слезы, когда мы плачем. Потому что здесь не раз это описывается так подробнее, что она плакала. В английской Библии написано «She wept», она рыдала, и на это обратил внимание сам Бог. Но, и это еще не все. Хотел бы задать вам вопрос, как вы думаете, когда мы плачем, задумываемся ли мы, задаем ли мы вопрос, почему я плачу? Обычно нет. Я, например, никогда такого вопроса себе не задавал. Обычно мы плачем, и это все происходит естественно. Мы не планируем, что завтра в 7 часов я буду плакать, а потом я поплачу полчаса, а потом без 15 у меня там есть митинг, appointment я закончу, поплачу минут 15, а потом, это так, у меня было такое разогревание, потом я начну больше плакать. Мы никогда так не думаем. Мы плачем, не задумываясь об этом, потому что это происходит естественно. Но здесь, в этой истории, мы видим, что когда Мария плакала, то ей задали вопрос, почему, зачем, в чем причина. Не только люди иногда со стороны бы спросили, но и Бог обращает внимание и спрашивает, почему, в чем причина твоих эмоциональных проявлений или почему ты плачешь. И дальше мы видим, что когда Мария плакала, в один прекрасный момент она перестала плакать, как вы знаете, или как вы думаете, почему, что повлияло на нее. Из этого отрывка из Библии мы видим, что она поменяла фокус свой, она стала смотреть на что-то другое. Написано, она нагнулась и заглянула во гроб. Она посмотрела в гроб. И дальше я хотел бы обратить наше внимание на то, что Иисус Христос, Он хочет или ищет знать причину, почему мы плачем. И здесь, в этой истории, мы видим, что первый задал вопрос ей ангелы и спросили женщина, почему ты плачешь? Мы тоже часто слышим этот вопрос от других людей, которые нас спрашивают, почему ты плачешь, что случилось? И часто, когда у нас горе или беда, мы избегаем даже людей. Мы не хотим, чтобы люди видели, что мы плачем. В этой истории, если вы заметили внимательно, то здесь, когда она плакала, ангелы спросили ее, зачем, почему ты плачешь? Мария ответила, и потом написано в Библии, она развернулась, чтобы уходить, и тут же ее спрашивает этот же вопрос, она думала, что это садовник. Зачем, почему ты плачешь? Кажется, все нормально, но представьте себе, что вы плачете, вас спрашивают, что случилось, зачем ты плачешь? Вы разворачиваетесь, вас снова спрашивают, а что ты плачешь, что случилось, почему ты плачешь? Вы в другую сторону, и вас снова, слушай, а что случилось, а почему ты плачешь? И что вам хочется крикнуть? Оставьте меня в покое. Правда? Бывает такая реакция. Ничего страшного, хотят все тебе помочь, хотят просто узнать, интересуются твоим горем. Здесь это очень-очень-очень быстро. Если вы внимательно подумаете, ангел спросил, развернулась, уходит, и тут же спрашивают еще один тот же вопрос, зачем или почему ты плачешь? Но, когда ангел спросил, почему ты плачешь, это подобное, возможно, как и мы спрашиваем, просто интересуясь. Но, когда Иисус спросил, почему ты, дорогая, в английском написано, dear woman, почему ты, дорогая женщина, плачешь, то Иисус Христос, Он идет намного глубже со своим вопросом. И Он смотрит на наши эмоции, либо это проявление через слезы, радость, печаль, намного-намного глубже. Мы смотрим люди своими глазами просто внешне. Человек плачет, улыбается, но мы не знаем, что внутри. Я могу улыбаться, внутри я плачу, скорблю, я несчастный человек. Или я могу быть печальным и всем доказывать, что внутри у меня радость. Но Иисус Христос, Он видит чуть глубже, и Он задает вопрос не просто, почему ты плачешь, а что спросил Иисус Христос. Иисус Христос идет дальше в проблему, и Он спрашивает, кого ты ищешь? Не просто, почему ты плачешь, а кого ты ищешь? И теперь мы с вами видим большую разницу между вопросом, что ты ищешь и кого ты ищешь. Задумывались ли мы когда-либо в нашем состоянии печали, горя, проблем, когда мы плачем? Если бы кто-то неожиданно нам спросил вопрос, задал вопрос, почему ты плачешь, мы бы не удивились. А если бы нам кто-то неожиданно подошел и сказал, кого ты ищешь? Странный вопрос. Я никого не ищу, я просто плачу, я сижу, я даже не хожу, я никуда не смотрю. Вот в этом и проблема. В этом и есть разница. Вот как раз на это и обращает внимание Иисус Христос своим вопросом. Не просто, почему ты плачешь, но кого ты ищешь? Разница между что тебе надо или кто тебе нужен. Вы знаете, что мы люди обычно материальные. Когда мы плачем, чаще всего это связано с каким-то материальным, материальной проблемой или причиной. Нам что-то надо, нам что-то не дали, нас обидели. Или даже если мы зададим себе вопрос, кто тебе надо, то часто мы отвечаем на вопрос, что мне надо поддержка, мне надо комфорт, мне надо забота, я нуждаюсь в любви, мне надо. И снова вопрос, как бы ответ вроде бы правильный, но и одновременно не тот, который ищет Иисус Христос. Когда мы задаем вопрос, кто, кого ты ищешь, то у нас также есть вариант ответа, это она, моя жена, такая-сякая, это он, мой муж такой-сякой, мой босс на работе, жадный, не заботится за рабочих. Мой учитель сумасшедший в колледже или в школе, вот этот человек в церкви вот так и так поступил. У нас есть ответ на кто, кого мы ищем. Мы ищем какого-то врага, мы ищем какого-то обидчика, тот, который нас обидел или нас достал. Но вопрос, ответ, который ожидает Иисус Христос, он немножко другой. И Мария, она отвечает, что я ищу Иисуса, она отвечает, что я потеряла Иисуса, она ищет Иисуса, она спрашивает, где этот Иисус. Но Библия говорит, Иоанна 14 глава 6 стих, Иисус сказал, я есть путь, истина и жизнь. Мария четко понимала, что в ее жизни ей необходим Иисус. В нашей жизни сегодня может быть много причин для проблем, для уныния, для расстройства. И одна из причин, часто это может быть потому, что в нашей жизни, в твоей жизни нету Иисуса. Иисус это жизнь. Jesus equals life. No Jesus, no life. You can pretend to live. Ты можешь притворяться, как будто ты живешь, на самом деле ты не живешь. Только Иисус, он является жизнью. И если твоя жизнь, ты ее называешь сам в себе, это ад. My life is hell. It's because you need Jesus. Иисус, потому что тебе нужен Иисус, потому что твоя жизнь ужасная, переполнена печалью. Возможно, в какой-то момент, период, ты потерял Иисуса. Ты думаешь, что ты жив, ты думаешь, что ты живешь. Ты думаешь, что у тебя есть жизнь, но если нету Иисуса, нету жизни. Я хочу, чтобы мы запомнили этот стих. Это база, основа, это ключ к успеху для христиан, для всех людей в этом мире. Независимо, веришь ли ты в Бога пока или не веришь. Но Иисус говорит, что я есть жизнь. Если нету Иисуса в твоей жизни, нету жизни. Нету жизни. А это очень сильно все меняет. И дальше мы смотрим, что Мария или кто-нибудь из нас, возможно, бы попытался ответить на вопрос. Я ищу кого, 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 кого ты ищешь, спросил Иисус Христос. Вы знаете, часто честный ответ будет, я ищу себя. Я ищу понимание себе. Я ищу заботы о себе. Я ищу уважение к себе. Я ищу поддержки, понимания, любви к себе. А Иисус говорит, кого ты ищешь. Мария отвечает, я ищу Иисуса. Не себя, ничто, не себя, а Иисуса. А Иисус Христос говорит нам, если ты ищешь себя, то Библия говорит, отвергни себя. Deny yourself. Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мной. Мария плакала не только потому, что она искала Иисуса, а потому, что она в один прекрасный период его потеряла. И она начала его искать, потому что она его потеряла. Вы знаете, в своей жизни когда-то я тоже помню, что был период, когда я его потерял. Когда мне было 15 лет, я уехал из дому далеко от родителей, жил во Франции, в чужой стране, в чужой культуре, не зная языка, жил сам. И в этот момент я начал терять Иисуса в своей жизни. Я не любил ходить в церковь, искал любую причину, чтобы ее пропустить. Я не читал Библию никогда сам. Я начал его терять. Но не потому, что я сам это понял, потому, что мне со стороны люди говорили, Богдан, ты теряешь Иисуса в своей жизни. Именно употребляя вот этот смысл, ты теряешь Иисуса. Но я думал, как я его теряю? Я хожу в церковь, я сижу с вами, я смотрю с тобой, я разговариваю с тобой. Ты пастор, ты знаешь, что я в церкви сижу, сидел, не всегда, но сижу. Да, опаздываю, но все равно прихожу. А мне говорили, ты теряешь Иисуса. Но я продолжал дальше. Стал быстро популярным. Иммигрантов там было мало. Внимание от девчонок, от руководства, школы, колледжа, где я был. Новая страна. Все интересно, все классно, все кажется хорошо. Свобода, нету родителей. Мне говорили, ты теряешь Иисуса. Я говорил, как я теряю? Я в Него верю. Библия дома есть. Я хожу, я не теряю Иисуса Христа. Все нормально. Потом я пробил себе ухо, сделал пирсинг, проколол. Потом я еще себе что-то сделал, волосы отпустил, как это было модно тогда. Мне снова говорили, Богдан, ты теряешь Иисуса. Я думал, нет, все нормально. До того момента, когда я первый раз пережил в своей жизни, что такое терять жизнь или смерть. И когда один человек, которого я знал, он умер, молодой человек, тогда я задумался о своей жизни. И вы знаете, что я тогда понял? Что я был воспитан в христианской семье. Вырос, где меня учили, не теряя Иисуса. Don't lose Jesus. Будь с Ним близко. Они пытались меня предотвратить, предупредить, но я терял. И когда этот человек умер, то я тогда понял, что я мог бы быть на его месте. Я достоин этого. Я достоин этого. Я не заслужил, я негодяй, я не слушался, я грешил. Но когда я понял, что вместо меня, а Бог мне дал шанс. Бог дал мне шанс жить. И когда я начал читать Библию, то я в той Библии прочитал, что рано или поздно каждое колено, каждый человек преклонится перед Богом и исповедует, что Господь есть Бог. И тогда я задавал вопросы Богу. Господь, если это правда, почему этот парень, друг мой, он умер? Он никогда не преклонил колени перед тобою. Он никогда не пришел в церковь. Он никогда не покаялся. А твоя Библия говорит, что все люди рано или поздно преклонят свои колени и покаются, признают тебя Богом. И тогда я понял, что Библия права. Рано или поздно люди придут и поклонятся перед Богом, но одни это сделают во время их жизни. Кто-то сегодня, а кто-то это сделает уже после смерти, на большом суде. Но тогда уже будет поздно. Но они там все равно преклонятся. И Бог дал мне большую привилегию и шанс это сделать во время жизни, пока я еще был жив. И тогда я заметил, что да, бывают периоды в нашей жизни, когда мы начинаем терять Иисуса. Когда мы его начинаем терять, и нам другие люди со стороны дают сигнал и говорят, остановись, ты теряешь Иисуса Христа. А мы говорим, нет, все нормально. How are you doing? I am doing fine. I am just fine. Но мы знаем, видим, чувствуем, нет, you are losing Jesus. No, I am doing fine. И если мы находим причины, чтобы пропускать церковь, мы теряем Иисуса. Если у нас нет времени, чтобы встать рано утром, встать, это надо заплатить цену, или вечером, когда мы уставшие, и помолиться самому, сам, сам, лично ты, мы теряем Иисуса. Если у нас нет времени, чтобы читать Библию, у нас нет желания. И это честно надо иногда признать. У нас нету, это не приоритет в нашей жизни, это сигнал. Мы теряем Иисуса Христа из своей жизни. Хочу обратиться к папам. Папы, если мы не берем время, чтобы учить своих детей Библии, не учим своих детей, не говорим им о Боге, это сигнал. Мы теряем Иисуса из своей жизни. Но придет момент, приходит момент, пришел в мою жизнь момент, когда мы пробуждаемся и понимаем, да, я теряю. И как хорошо, что когда-то в нашей жизни кто-то приходит и спрашивает нас, не просто почему ты плачешь, а кого ты потерял. Кого ты ищешь? Себя? Тебе себя жалко? Или ты кого-то другого ищешь? Is it all about you? No, it's not about you. It's about Him, about Jesus. И вот когда в нашей жизни мы начинаем анализировать себя, мы понимаем, что да, есть моменты, симптомы, когда мы признаем, что да, я теряю Иисуса из своей жизни. И я Его не просто теряю, мои дети Его теряют, потому что я Его в них не вкладываю. Когда мы приходим домой уставшие, когда мы приходим и хотим отдохнуть, а иногда кто-то стучит в сердце и подсказывает тебе, говорит, No, man, wake up, get up and talk to your kids about Jesus. Говори со своими детьми. И когда они просят включить мультик, то ты им говори, давайте посмотрим христианский. И мои дети всегда говорят, No, папа, почему Christians? Я говорю, нет, детки, Christian cartoons, we're going to watch Christian cartoons. Потому что мы не хотим терять фокус, мы не хотим терять его из нашей жизни. Потому что что было потом, давайте мы посмотрим, что было дальше. Когда мы еще вроде бы живем вместе, еще вроде бы у нас есть отношения вместе, но когда бывает случай печальный, когда жена чувствует, что она теряет своего мужа, он еще техниклы с ней, вместе живут вроде бы в одной квартире, в одном месте, вроде бы еще официально одна семья, но жена чувствует, она уже его теряет. Это такой период, когда мы знаем, что мы знаем. Как ты знаешь? Ты просто уверен, что ты знаешь, что ты теряешь Иисуса Христа в своей жизни. Ты его потерял или ты его постепенно, медленно теряешь. И тогда нужно вставать, пробуждаться и начинать его искать. Начинать его искать. Вы знаете, что здесь описывается эмоциональная такая история, когда Мария начала плакать из-за того, что она потеряла Иисуса Христа. В моей жизни я плакал нечасто. Молился, но уже на сегодняшний день много раз, но только несколько раз я молился, когда я плакал. Я вам скажу, таких молитв можно посчитать на пальцах, когда я плакал. Эти молитвы были короткие, но насколько они были глубокие, насколько они были глубокие, поднимаясь с колен после той молитвы, я знал, я знал, что все будет нормально. Но это был тот период и то состояние, когда ты понимал, ты никто, you're nobody. Ты никто. Ты завтра можешь быть труп. Ты вчера мог умереть, но ты остался жив. Бог дает тебе шанс. Ни церковь, ни проповедник тебя зовет и тянет в церковь. Бог лично за тебя умирал и лично за тебя воскрес, чтобы сегодня ты имел жизнь вечную, прощение грехов и надежду, потому что Он есть личный, твой спаситель в твоей жизни. И часто, когда мы пытаемся выражать свои эмоции, Иисус Христос, Он снова и снова повторяет, не просто, почему ты плачешь, а кого ты ищешь в своей жизни. Кого ты ищешь? И теперь смотрите дальше. Мария, она не просто говорит, я ищу Иисуса, а что она сказала точнее? Она сказала, я ищу моего Господа. Я ищу моего Господа. Я ищу моего Господа. Это чуть больше. Не просто Иисус, хороший Бог, хороший знакомый, хороший друг, хорошая палочка-выручалочка. Но Иисус, Он мой Господь, Он мой царь, Он мой начальник, Он мой руководитель. Я Ему подчиняюсь. The Lord, He is my boss. He is my Lord. Если это так, то тогда, когда ты принимаешь решение, ты спрашиваешь Его. Если это так, то когда ты принимаешь, когда ты делаешь schedule, ты советуешься с Ним. По идее, если ты работаешь на кого-то, у тебя есть босс, то если ты делаешь schedule, ты его должен дать Ему знать, должен Его хотя бы, как минимум спросить. Всего лишь маленький пример для нас, отцов, мы. Для нас есть глава, Иисус Христос. Если Он наша глава, и Он наш Господь, то тогда мы должны с Ним советоваться намного больше и намного чаще. Если мы верим, что Он есть наш Господь, то тогда мы должны чаще говорить, Господь, да будет воля Твоя. Не моя, но Твоя. Вот что делает большую разницу, когда мы ищем, плачем кого-то, ищем, плачем не просто Иисуса, а ищем и плачем именно Господа нашего, Иисуса Христа. А что делать тем, которые уже Его имеют, но плачут? Которые имеют Иисуса Христа и признают Его своим Господом, но все равно тихонько плачут. Когда-то я помню момент в своей жизни, когда мне было очень больно и очень грустно, и я прочитал одно место из Библии, которое я запомнил на всю жизнь и поделюсь с вами, верю, что кому-то из вас это поможет. В Библии есть такой стих. Я хочу повторить, что это в Библии, это Бог говорит, это не просто совет. Только в Боге успокаивается душа. У каждого из вас и из нас есть душа. И нету курорта, нету Канкуна, Мексики, где вы могли бы поехать и отдыхать душой. Можно красиво отдыхать телом, но душой. Есть это место только в Боге и с Богом. Только в Боге можно отдыхать и найти комфорт. Только в Боге. Только в Боге. Значит, даже и жена не сможет. Есть периоды, когда, да, она даже не сможет тебе помочь. Муж, да. Есть периоды, когда только Бог может тебя успокоить. И вы знаете, Иисус Христос, когда Он воскрес, то Он несколько раз, несколько раз повторил, сказал людям, мир вам. Peace be with you. Несколько раз Он после воскресения принес это слово, это слово, которое имеет жизнь, мир. Христос и Его воскресение принесло людям мир. Мир. Мир, который нельзя купить за доллары. Мир, который нельзя занять, позычить у соседа. Мир, который иногда нам только снится. Мир и покой. Лишает нас здоровья. Лишает нас сна. Лишает нас радости. Этот мир дает только Иисус Христос. Если это то, чего ты ищешь, поменяй фокус и вопрос не что ты ищешь, а кого ты ищешь. И тогда многое в жизни твоей изменится. В Библии написано, придите ко мне. Матфея 11 глава. Все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Я успокою вас. Как будто бы Бог знал, что люди будут нуждаться в успокоении, в утешении. И Бог говорит, придите все. Я успокою вас. Но мы тратим время, энергию на успокоение в других местах, в других методах, но только не в Боге. А Бог говорит, только в Боге успокоится душа твоя. Еще одна интересная деталь этого эмоционального, этой истории, когда Мария плакала, Иисус стоял возле нее. Но она его не узнала, написано в Библии. И написано в Библии, что она подумала, что это садовник. Первое, что мы должны запомнить, как дети Божьи, когда мы плачем, Иисус рядом. Когда мы плачем, Иисус рядом. Но она не знала, она не узнала, и мы не знаем, часто не узнаем, иногда не верим, иногда забываем. Но когда мы плачем, Иисус рядом, написано в Библии, Он стоял, сразу как только она развернулась. Иисус был рядом, но она думала, что это садовник. Возможно, в твоей жизни Тоже есть какой-то человек, который садовник, механик, лойер, бизнесмен, неважно, но он в твою жизнь тоже что-то говорит. В твою жизнь посылает какие-то предупреждения, дает тебе советы, наставления. Так с любовью говорит, друг, ты теряешь Иисуса, но мы не видим в нем Иисуса. Мы не видим в нем никого, ничего, но иногда Бог через людей говорит в нашу жизнь. Бог всегда творил свои дела на земле через людей. Простой вопрос, почему Моисей вел израильский народ? Ведь Бог, всемогущий Бог, мог прийти на землю и сам вести израильский народ. Но почему-то Бог избирает человека. Старый и Новый Завет, Бог всегда свою работу делает на земле через людей. Значит и сегодня, возможно, такие люди встречаются на твоем пути. А ты будь внимателен к их вопросам. Что ты плачешь? Почему ты плачешь? Кого ты ищешь? Что ты потерял? Когда ты его потерял? Не теряй Иисуса. Потерял ли ты Иисуса? Или ты в процессе, что ты теряешь Иисуса? Итак, мы с вами посмотрели на первый пункт эмоции его последователей. Это была Мария. А теперь мы посмотрим с вами второй пункт эмоции негодных людей в истории Воскресения. Давайте мы с вами прочитаем Матфея 28 глава со 2 по 6 стих. И вот сделалось великое землетрясение. Ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, Он воскрес. Когда же они шли, то некоторые из стражей, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали, скажите, что ученики его, придя ночью, украли его. Когда мы спали, они, взяв деньги, поступили так, как были научены. Представьте себе, что один из этих воинов, один из этих стражей, солдат, кто охранял гроб Иисуса Христа, сегодня он жив и здоров, и мы берем у него интервью. Привет. Привет. Кто ты? I'm a soldier. Я солдат. Что ты делал? Я охранял гроб Иисуса. А кого ты там охранял? Мертвого Иисуса. А ты вообще когда-либо в жизни охранял мертвых? Да нет, это было такое впервые в моей жизни. И как ты думаешь, это логично охранять мертвых? Да нет, обычно мертвые не убегают. Хорошо, тогда зачем ты же делал такое глупое задание? Ну, сказали, дело так и делал. Окей, хорошо. Тогда следующий вопрос. Как это же все случилось? Расскажи мне. Ты там был, ты свидетель, да? Да. Ну, скажу вам честно. Когда ангел вышел, он так сказал, а нас полностью проигнорировал. Как он вас проигнорировал? Как полностью проигнорировал? Да, полностью. Обратился к женщинам. Сказал, что Христос воскрес. Мы там валялись, кто справа, кто слева. Он нам ни слова не сказал. Как, ты что, серьезно, так полностью вообще вас даже не заметил? И ничего не сказал? Нет, вообще ничего не сказал. Хотя бы объяснил, что здесь происходит, что здесь такое вот воскресенье Христа, вставайте, верьте надо. Вообще ничего не сказал. Как будто бы мы не существовали. Ай-яй-яй, как вас жалко. Как вас жалко. И вы что, ничего не поняли? И вы что, даже ничего не... И вы... Если бы он нам объяснил хотя бы, что случилось. Окей, хорошо, ладно. А что случилось потом? Ну, потом историю вы же знаете, вы читали. Да-да-да, мы читали. Так вот, вы говорите, что ангел вам ничего не объяснил, и вы ничего не поняли. Да, мы просто лежали. Хорошо. А тогда скажите, пожалуйста, а когда вы лежали, в каком мы состоянии были? Мы ничего не слышали, потому что мы лежали без сознания. Мы сильно испугались. Окей, хорошо. Тогда скажите, пожалуйста, если вы лежали без сознания, и вы ничего не слышали, а кто из вас ходил к первосвященникам? Ну, я. А что ты ему рассказал? Ну, я рассказал все как было. Землетрясение, молния, вышел ангел, мы испугались, мы упали как мертвые, потом он сказал, что Христос воскрес. Подожди, 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 ты же только что сказал, вы лежали без сознания. Ты же только что сказал, что ангел к вам ничего не обратился, вам ничего не сказал, вас полностью проигнорировал. Правда? Ну да, правда. Значит, ты все помнишь? Значит, вы все слышали? Значит, вам объяснять ничего не надо было, правда? Ну, мы были как мертвые. А может быть, вы просто играли мертвых? Maybe you just play dead? Может быть, вы просто так себе притворились и все? Если ты все первосвященникам пришел и рассказал в город, что Иисуса Христа, пришел ангел, землетрясение, вы же испугались? Ну, чуть-чуть. Ну, ладно, значит, вы упали? Ну, да, упали. Ну, значит, тогда вы конкретно испугались? Да, вы струсились? Значит, это был шок, да? Скажи, пожалуйста, а почему никаких эмоций? Странно. Если мы уже говорим об эмоциях во время воскресения, ну, там мы начали с того, что Мария плакала, были эмоции. Здесь солдаты ноль, ноль, zero emotions. Хотя, если так разобраться честно, то у них эмоции были. Написано, что они сильно испугались. Как это сильно? Вы можете показать? Ну, сами себе показать. Как это сильно испугаться? Значит, эмоции какие-то были. Смотрите. Дальше мы смотрим, что солдаты, которые слышали, увидели и были свидетелями, никак не отреагировали на месседж, на послание, которое прозвучало с небес. Первое. Землетрясение. Когда даже здесь у нас свет выключили, то вы даже немножко тогда зашевелились, начали обворачиваться, и то на вас это повлияло. А то, представьте, реально, реально, реально. Потом ангел перед тобой, кажется, ты бы на всю жизнь бы запомнил. Потом ангел еще и говорит, еще говорит, что Христос воскрес. И проходит немножко время. И что случается с этими людьми, солдатами, с этими стражами? Они приходят к первосвященникам, рассказывают им все, что было. И знаете потом, кто приходит? Знаете потом, кто приходит? Кто потом приходит? Приходит Господь. Какой Господь? It's called money. Приходит Господь, который называется деньги. Господин, деньги, деньги, money, money. Приходит Господь, который называется деньги. И потом, что он делает? Он им предлагает. Предлагает им плату за правду. Предлагает им плату взамен за Иисуса. Предлагает им, написано в Библии, дали им довольно денег. Плату против совести. Мы думаем, нет, 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 это нельзя, это что-то неправильно. Окей, 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 how much do you need? You want a raise? Хочешь на заработки? Хочешь еще круче? Хочешь другую работу? Хочешь еще больше работать? Хочешь больше часов? Хочешь меньше быть дома? Хочешь еще что-то? Нет проблем, давай. Деньги. Нет, я пойду домой, я подумаю, помолюсь. Окей, иди, думай, помолись. Но деньги сделают. Свою работу. Are you losing Jesus? Теряешь ли ты Иисуса? Нет, я не теряю, я только работаю. Но деньги иногда нас уводят. Уводят. Уводят в сторону от Иисуса, от семьи, от церкви. Уводят иногда. 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 Мы смотрим на этих солдат, на эту историю и удивляемся с них. Но иногда мы не задумываемся, что иногда это очень сильно влияет и на нас. Плата за совесть. Плата за правду. Плата. Нам платят достаточно. Нам платят хорошо. Мы бы и хотели что-то поменять, но нам... У нас есть господин, который называется payments. Payments, счета. Нужно платить за машину, за диваны, за телевизор, за кредитные карточки, еще за что-то. Что это? Что это? Это господин, который говорит, иди сюда, садись, иди зарабатывай. И вроде бы все нормально. Мы живем как все. Мы все хотим иметь то, что и все имеют. В этой стране много возможностей. Но как опасно, что иногда мы можем не заметить, что деньги удаляют нас от Иисуса Христа. И в этой ситуации, смотрите, насколько человек встает бесчувственный, без всяких эмоций. Как каменный, холодный, как мертвый. Он слышит месседж, он слышит послание Иисуса Христа, но не реагирует. Представьте себе эти солдаты. Гром, молния, землетрясение. Ноль. Zero emotions. Никакой реакции. И когда Бог говорит, Бог к ним говорил, и не раз говорил, через разные обстоятельства, через ангелов, через землетрясение, через воскресение, но они не реагируют. Знаете, что о таких написано в Библии? В Библии написано есть так. Иева 33 глава. Бог говорит однажды, если того не заметят, в другой раз. Но Бог точно говорит. Бог говорит однажды. Запятая. Если человек не заметил, Бог говорит в другой раз. Запятая. Если человек не заметил, Бог говорит другим методом. Но Бог точно говорит. И нельзя игнорировать то, что Он говорит. Если Бог говорит и раз, и два, и три, то потом мы стаем каменные, черствые, грубые. Потому что мы не реагируем. Никаких эмоций, никаких чувств, никакого ответа, никакой реакции на то, что Иисус Христос говорит в нашу жизнь. Говорит к нам. И когда мы не реагируем, то следующий шаг мы продаем. Мы покупаемся за деньги. Мы продаем. Мы меняем. Заменяем истину. Заменяем Иисуса чем-то другим. И это все часто делают наши финансы. Смотрите, как в этой истории все начиналось. Когда Иисуса Христа, истину, любовь, Сына Божьего, Иисус, Он есть жизнь. Когда все начиналось в этой истории, то что сделали деньги? Продали Иисуса. Это был Иуда. А теперь вопрос. А как закончилась эта история? Кто что сделал? Деньги. Снова сделали свою работу. Снова продали правду. Заплатили солдатам что сказать. И сегодня мы, христиане современного времени, должны этого бояться. Должны наблюдать. Чтобы и нам не продать. Чтобы и нам не поменять воскресшего Иисуса Христа в своей жизни. И вы знаете, что еще там был один парень по имени Иуда, который тоже как-то проявлял свои эмоции. Который тоже участвовал в истории воскресения. Вы знаете, что когда ему нужно было предать Иисуса Христа, у первосвященников, у фарисеев с Иисусом была одна проблема. Это толпы людей. Толпы людей, которые следовали за Иисусом Христом. Толпы. Crowds of people. И они этого боялись. Ему нужен был просто момент, чтобы Иисуса арестовать, схватить, когда будет мало людей. И вот Иуда узнает, что будет вот такая встреча последняя в Гефсиманском саду. Вау. Perfect. Просто крутая возможность. В саду, вечером, ночью, без людей и без толпы. Вау, I got it. У меня получится. Есть план. Приходит Иуда, как и все ученики, на последнюю вечерю с Иисусом Христом. И вдруг Иуда слышит. Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня. О, нет. Это Иисус снова. Я же не рассчитал и не понял, что этот Иисус, он все знает. Он сейчас прямо меня сдаст. Как я мог так? Никаких эмоций. Zero emotions. Еще один персонаж без эмоций в истории воскресения. Никаких эмоций. Никакого сожаления. Никаких мурашек по спине. Просто и холодно, уверенно сидит. Дальше второй шаг. Иисус говорит ему, кто окунет свою руку в блюдо со мной, тот предаст меня. Иуда снова это делает, снова попадается. И снова в голове, возможно, думает, о нет, он меня сдал. Сейчас всем расскажет, сейчас ученики на меня обозлятся, не зная, что они мне сделают. Нет, никаких эмоций. И дальше Иисус ему говорит, Иуда, вставай и делай быстро то, что ты запланировал делать. Иуда встает. И здесь апостолы сидят без эмоций. Хотя бы один вскочил и сказал, Иуда, ты куда? Ты предатель, ты что делаешь? Нет, все сидят. Задумайтесь, представьте эту историю. Никаких эмоций. Христос раз сказал, один предаст меня. Второй раз окунул, предаст меня. Потом говорит, Иуда, вставай, иди. А все, ага, иди. Я, see you tomorrow. Have a good night. Хорошего тебе вечера. Никаких эмоций. Ни один не сорвался. Иуда, ты что творишь? Вам не кажется, что иногда мы в жизни похожи на апостолов в этот момент? Сидим, видим, что кто-то что-то делает не так. Знаем, чувствуем, слышим, видим. Никаких эмоций. Все нормально. Все так делают. Все привыкли. Это хорошо, это порядок. 21 век. Come on, wake up, man. Никаких эмоций. Со стороны печально. Но хочется, чтобы мы отсюда извлекали уроки для себя. Или же мы, как эти солдаты. Бог посылает в нашу жизнь предупреждения, призывы. И раз, и два, и три. А у нас никакой реакции. Никаких эмоций. Холод, лед. Кажется, как это возможно? Так быть безразличным. Но оно именно так и происходит в нашей жизни часто. Потом поцелуй. Иуда целует Иисуса Христа. Иисус ему говорит, Иуда, ты же меня предаешь. Слушай, этот парень снова zero emotions. Никаких эмоций. Сегодня звучит призыв в церкви кому-то. Лично тебе. Ты теряешь Иисуса. Мы сидим. Zero emotions. Никаких эмоций. Вы знаете, что воскресение Иисуса Христа, оно ставит человека перед выбором. Смерть и воскресение. Смотрите, на кресте висело два разбойника. И перед ними стоял выбор. Какие были эмоции на кресте? Там тоже были эмоции. Там была боль, вопль, крик от боли у некоторых, когда гвозди забивали. Возможно, слезы, пот. Вот, и вы знаете, что один говорит Иисусу, если ты Мессия, спаси себя и нас. А другой проповедует страх Божий и проявляет эмоции и говорит, разве ты не боишься Бога? Why don't you respect God? Why don't you have the fear of the Lord? И смотрите, его вера. Он выбирает веру и говорит, вспомни меня, когда ты будешь в царстве. Разбойник? Их даже имени не написано. Написано тот, который был по одну сторону, и тот, который был по другую сторону. Но смотрите, какие их разные были эмоции. А теперь давайте посмотрим на эмоции Иисуса Христа. Какие Он проявлял чувства, какая была Его реакция. Он молится. Он молится. Молится за врагов. Он говорит, отче, прости им, ибо они не знают, что делают. Смотрите, как положительные эмоции влияют на окружение. Это сразу же одного человека привело в Царство Божие. сразу, моментально. Правильная реакция, правильные эмоции. Когда? Во времена, когда тебя раздирают. Во времена пика боли и страданий. Правильные эмоции. Одна из самых-самых-самых центральных эмоций Иисуса Христа на кресте – это прощение обидчиков. Почему ты плачешь? Меня обидели. Правильные эмоции. Прощай. Кого ты ищешь? Иисус в самый пик проблем остается спокойный и прощает. Это такая великая победа и пример для нас. И хочется сказать, что каждый раз, когда мы плачем, каждый раз, когда тебе больно, вспоминай, когда у тебя переполняют эмоции, возможно, слезы, пусть твоим первой реакцией будет, кого мне простить? И тогда слезы продолжатся, но по другим причинам. Мы продолжим плакать, но мотив будет другой. Потому что простил. Потому что отпустил. Потому что понял, что не ты центр жизни. Это все не ради тебя, а ради Него. И Христос задает тебе вопрос, даже когда ты плачешь, кого ты ищешь? Господа, Спасителя, Иисуса, или кого-нибудь другого. И сегодня, друзья, все, кто находится в церкви, все, кто смотрит нас онлайн, я хочу задать вопрос. Иисус Христос, Его воскресенье, Его смерть, оно приносит людям, ставит их перед выбором. Написано, Матфея 27 глава. Матфея 28 глава написано, «Увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились, не поверили». Вот почему сегодня тоже присутствуют две категории людей. Одни поверят, а другие будут сомневаться. Одни поверят, а другие никак не отреагируют. Как не хочется, чтобы мы, люди, стали такими холодными, чтобы даже землетрясение нас не берет. Ангел – ноль. Христос воскрес – ноль. Пасха – тоже никакой реакции. Мы привыкли, мы стали холодными. Но кровь Иисуса Христа, любовь, несет тепло, которое способно растопить лед. И, возможно, сегодня это слово звучит в твою жизнь уже не первый раз, второй раз, третий раз. Как я читал, Библия говорит, Бог говорит однажды, потом в другой раз. сегодня в честь Пасхи, в праздник Пасхи я предлагаю сегодня каждому в этом зале покаяние. Приди к Иисусу Христу, Который умер за Тебя, воскрес за Тебя, страдал за Тебя, чтобы дать Тебе жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok